Добрый вечер. Это программа «Пульс дня» в студии Артём Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. США и Великобритания пообещали помочь Украине в восстановлении. Лондон и Киев в эти дни проводят международную конференцию по восстановлению страны, пострадавшей от российской агрессии. Мы обсудили потребности, дополнительные наши потребности в размере 6,5 миллиарда долларов. Мы понимаем, как сотрудничать с партнерами и с международными финансовыми организациями. И я уверен, что в ближайшее время после этой конференции, по результатам этой конференции, мы соберем все необходимые деньги и вложим их на нужды быстрого восстановления в Украине. Потребности, связанные с восстановлением Украины, огромны, заявил в Лондоне министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Соединенное Королевство готово использовать санкции, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала. Это цитата. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен встретился с британским и украинским коллегами накануне конференции по восстановлению Украины. Форум будет посвящен укреплению международной поддержки страны, пострадавшей от российского вторжения. По случаю Всемирного дня беженцев, Блинкен и Клеверли посетили центр в Лондоне, созданный для консультационной помощи украинцам, бежавшим от войны. Позже Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава Госдепартамента заявил, что конференция, в которой примут участие 50 стран, продемонстрирует мощную и неизменную поддержку Украины не только в военном, но и в экономическом плане. Сотрудники ФБР извинялись перед американским спецпрокурором Джоном Даррамом за проводимую спецслужбами слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Об этом заявил в среду сам Даррам, который провел расследование обстоятельств начала данной слежки. Выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, он рассказал, что опросил несколько сотрудников ФБР, которые были причастны к слежке за республиканцем. Им подчеркнул, Даррам было стыдно за свои действия, они извинялись за работу бюро. По его словам, один из сотрудников высокого ранга Джо Пиентко, занимавшийся слежкой за Трампом, стал эмоциональным, когда ему показали ряд документов. Среди них был меморандум о мерах, принимаемых избирательным штабом экс-кандидата на пост президента от демократов Хилари Клинтон, по продвижению утверждений, согласно которым Россия поддерживает Трампа. Занимавший на тот момент пост директора ФБР Джеймс Коми не поделился этими документами с агентами. Речь шла о полученных ЦРУ в 2016 году, данных, согласно которым Клинтон одобрила план своих помощников, в который входило публичное обвинение Трампа в сговоре с Россией. Спецпрокурор подчеркнул, что американские компетентные органы так и не располагают никакой информации о тайном сговоре между властями России и Трампом в преддверии его избрания президентом США в ноябре 2016 года. В итоговом докладе Дарома подчеркивается, что ФБР при расследовании приписываемых Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали данным обвинениям. В документе приведены факты, которые подтверждают предвзятость сотрудников ФБР, проводивших разбирательство. Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюз США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией. Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором и вспомнил про сбитый на США китайский аэростат. Госсекретарь Блинкин говорил в Пекине, что эту страницу надо бы перевернуть. Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию, Байден заявил, «Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, полными шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал об их существовании. Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Шар сбился с курса». Также Байден сказал, что Китай испытывает реальные экономические трудности. Про китайский аэростат, отмечает Reuters, Байден публично вспомнил через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкин в Пекине заявил, что эту страницу в двухсторонних отношениях надо перевернуть. Блинкин, посетивший Китай с двухдневным визитом, стал самым высокопоставленным американским чиновником, приехавшим в КНР с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. Визит Блинкина, как подчеркивалось, был направлен на улучшение двусторонних отношений, которые, как объявили власти Китая, находятся на самом низком уровне за многие десятилетия. В рамках этого визита Блинкин и Си Цзиньпин встречались лично. Мощная стихия – тропический шторм Бретт надвигается на восточную часть Карибского бассейна, и регион готовится к нетипично раннему шторму и ожидаемым проливным дождям. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, скорость ветра внутри фронта достигает 75 км в час, а сам шторм движется через Атлантический океан со скоростью 30 км в час. В центре предупредили, что не могут дать более точную оценку интенсивности и размера шторма. Он находится примерно в полутора тысячах километров к востоку от наветренных островов и ожидается, что уже сегодня он обрушится на восточную часть Карибских островов с силой близкой ураганной. Предупреждение о непогоде было выпущено для Барбадоса, Сент-Лусии и Доминики. Доминиканская метеорологическая служба сообщила, что шторм представляет большую угрозу для острова и предупредила об оползнях, наводнениях и волнах высотой до 4 метров. Между тем, Национальный центр по наблюдению за ураганами призвал жителей Малых Антильских островов, Пуэрто-Рико и Виргинских островов внимательно следить за ситуацией и разработать планы действий на случай урагана. А вот центр Сан-Франциско стал территорией бездомных, наркоторговцев и воров. Оттуда массово бегут бизнесы и жители. Ранее процветающий центральный район города превращается в заброшенную территорию. Офисные и торговые площадки закрываются, улицы захватили бездомные и наркоманы. Сегодня некогда оживленная Юнион-Сквер и центр города Сан-Франциско представляют собой тень своего прежнего «я», ряды пустых магазинов, редкие люди даже в пиковые выходные дни и близлежащие отели, включая огромный Хилтон, который не в состоянии покрыть свои платежи по ипотеке. Историческое здание Flat Building, уцелевшее во время землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, стоит практически пустым. Гэб ушла вместе с почти всеми другими предприятиями в этом здании, за исключением магазина Urban Outfitters, предлагающего 70% скидки. На другой стороне Market Street находится Westfield, Сан-Франциско, который скоро будет продан. В каждом его магазине работают одинокие охранники. Westfield объявил о своем запланированном уходе, и несколько магазинов торгового центра уже заявили, что последует за ним. Через несколько минут мы продолжим выпуск сразу после рекламы на RTN. КОНЕЦ